продолжая серию видео почему я не буду голосовать за такая это уже шестая часть вооруженные силы и спецслужбы любое государство должно себя защищать должно уметь себя защищать чем она защищает своего государства со угроженными службами и спецслужбами спецслужбы себя проявили в январе 22 года все знают как комитет оставлял территорию своей оружейной комнаты мы знаем о подвиге полицейских в Алмате мы видели вооруженные силы когда за военными грузовиками гонялись на джипах и потом бедных пацанов на коленях держали пустыню до в степи это был это было страшно если не будет вооруженных сил сколько государства посуществует нисколько а государство как будет обеспечивать свои вооруженные силы если она уходит из экономики ясно не может пошить обмундирование для своих солдат если не может произвести вооружение для своих солдат если не может обеспечить свои вооруженные силы и спецорганы спецсредствами если и нечего защищать если здесь кругом будет один частный капитал то кому будет служить вооруженные силы и спецслужбы как можно голосовать за такая которая говорит что государство должно уйти из экономики это значит распродать вооруженные силы и спецслужбы частным компаниям потому что они ему служить не будут прибыль только там где есть бизнес если бизнеса нету кому служить за что служить незачем поэтому лично я мое мнение за такая вы нельзя голосовать если государство не управляет экономика она не может управлять и армии и спецслужбы возьмем пример советского союза великая отечество война экономика советского союза к окончании войны производила вооружение намного ниже по стоимости чем в начале войны вооружение произведено советским союзом до сих пор на дальнем этот юго-восточной азии на востоке до сих пор служат 3 3 4 недавно приехали по моему светам да из камбоджи в россии т-62 т-72 до сих пор ходит калашниковы кругом во всем мире воюют этим оружием пазырка и так далее и так далее и так далее советский союз мог себя защитить разводился он только изнутри из-за экономических проблем а тут такая предлагает уйти из экономики а вооруженные силы тогда будут защищать кого 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 они будут защищать смотрите пример украины они ходят с протянутой рукой дайте хоть что-нибудь они не могут они из своего вооружения толком нет потеряли вообще все то наследие которое есть распродали потому что пришли добрые европейские там типа развитые страны и забрали у них все скупили все распродали вот пример развития казахстана когда он уходит из экономики потому что и вооруженных сил нет кто там воюет не вооруженные силы украины а добровольческие батальоны эти всякие сатанинские образования за что они воюют за что они за кого они воюют за ценности американский английский французский а за свои ценности не хотят воевать да у них просто их нет и товарищ такая нас ведет туда же он ведет туда же поэтому я за такая голосовать не буду у меня сын недавно отслужил в армию приходит ребята которые не умеют читать офицеры им зачитывают уставы чтобы они могли запомнить запомнить что от них требуется в армии читать не умеют вооруженные силы приходят ребята которые не умеют писать писать не умеют ни сто процентов но представьте в советском союзе бы вам сказал он тут не умеет читать или писать нонсенс в армии нормально в армии нормально офицеры читает и пишут спасибо ребятам офицеров зная ребят где служил сын спасибо им огромное за моего сына то что ему привили патриотизм и далее воинские навыки супер спасибо огромное ребята но ведь не офицеры составляют армии составляют армии то рядовые они совершают все самое было со самое тяжелое самое важное а воины должны быть кто гражданские граждане которые способны защищать свою родину за год чему они научатся нам говорят они должны быть экономики они безработные ребята вешаются после армии потому что просто не могут найти работу нету работу потому что государство у нас уходит из экономики а наше слоэкономики она не создает рабочие места молодые ребята не могут найти работу просто не могут найти работу можно голосовать за такого президента такая который не создает рабочие места для молодых ребят. То, что сейчас перед выборами какая-то движуха идет, а до этого что он делал? А до этого что делал товарищ Назарбаев? Может, есть высший координационный совет? Если нет, давайте его создадим, чтобы они могли спрашивать свершивших руководителей по итогам их деятельности, что они делали. Да, есть босс тайна, есть секреты. Это должно быть в узком круге. Но кто-то же должен с них спрашивать в итоге. Если развалилась страна, если комитет национальной безопасности толкнул на бойню Казахстан в январе этого года, если вооруженные силы не в состоянии были дать отпор тем наглецам, которые на джипах догоняли армейские грузовики, я не знаю что с этими людьми стало. Я думаю, что они должны вообще-то сидеть. Должны быть сидеть. Должны сидеть. Потому что если ты поднял руку на военнослужащего, хоть на полицейского, это преступление. Убили офицеров в Академии Комитета национальной безопасности. Где эти люди? Почему они не казнены публично? Как можно доверять президенту, который о вооруженных силах не думает, как их снабжать, как их кормить, как их трудоустраивать, как сделать службу в армии почетной обязанностью, почетной, почетной. Как? Об этом я не слышу вообще ничего. И у нас всего лишь меньше 20 миллионов в огромной территории, богатой огромными ресурсами. И мы не в состоянии защитить эту страну. Мы в состоянии ее защитить? Мои ощущения нет вообще никак. Вообще никак. На нас нет агрессии только потому, что рядом у нас есть Китай, который не позволит захватить эту территорию. И Россия, которая не позволит здесь размещать какие-то базы. Украина позволила. Что с Украиной сейчас происходит? И мы то же самое. Если мы не способны, мы должны выстраивать отношения. Но наши спецподразделения должны работать в Сирии, должны сейчас работать в Украине вместе с Россией, должны помогать Китаю вместе в противостоянии с Японией, с Тайванем, должны помогать спецслужбой, вооруженные силы, должны обязательно участвовать в Сирии, должны помогать России. Это просто обязанность. А как они могут завоевать себе воинскую славу? Где? На каком основании наши воинские подразделения носят название гвардейские? Гвардия завоевывается в боях. В каких боях казахстанская армия завоевала себе такое звание? Она присвоила его исторически, но пока еще не подтвердила. И президент уходит из экономики, а чем он пытается обеспечить? Вводят санкции и нам не поставят ничего, ни вооружения, ни боеприпасы. Мы как защищать родину будем? Как? Товарищ Такаев даже не задумывается об этом. Как можно выбирать президента, который не понимает, как можно защитить эту страну? Я голосовать за Такаева не могу. Просто не могу. Потому что если я буду голосовать за Такаева, я буду желать своей стране только беду. Я за Такаева голосовать не буду. Субтитры создавал DimaTorzok